У меня есть тату с этими, с черепами. Этот вот русский кинжал означает, что я был в тюрьме. На севере чалился. Я в криминале по факту с 12 лет, бро. А у тебя что за святая на голове? Это Богородица. Что там написано? Молись за нас. Что там написано? Привет, я Леня Пашковский, я в Мексике. Мексика знаменита своим невероятно высоким уровнем преступности и в то же время невероятной набожностью населения. Именно здесь религия и разнообразные культы, разнообразные формы религии смешались в какую-то абсолютно невероятную смесь с культурой криминала. Здесь очень многие люди поклоняются не просто Богу, привычному католикам, не просто Иисусу, а божествам, которые благоволят именно преступникам и людям, которые занимаются какими-то нелегальными делами. Как это устроено, откуда это появилось и, собственно, из чего состоят эти культы, мы и будем разбираться. Мы сейчас входим на рынок Сонора. Большой рынок, где продается все, что касается эзотерики, религии, всех возможных культов, которые здесь исповедуются. В общем, если где-то и можно узнать максимум про нашу тему, то это на этом рынке. Будем смотреть, что продают, чем торгуют, что покупают и как это используют. Все ассоциируют Мексику с синкретизмом, с чем-то живым, ярким и разноцветным. У Мексики имидж страны-праздника. Синкретизм – это и есть Мексика. Это Мексика. Мексика сумасшедшая. Здесь пять или шесть религий вообще. Сейчас еще популярен Вильзевул. Это демон, который оставляет пентаграммы. У него сейчас куриные ноги. Проходите, добро пожаловать. Сатанизм, оккультизм, колдовство. Да, очень много людей практикуют сатанизм в Мексике. А как вот это все используется? Не используется в ритуалах. На кладбищах. В особых магических ритуалах, где смешивается материя демонов с материей людской. Сатанизм – это темные материи. Черная магия – обычно используемая для причинения вреда. Зачем делать людям зло? Нет, это не по желанию. Это по просьбе людей. А это Хисус Мальверде. Он был гражданином Мексики. Он наш мексиканский Робин Гуд. Он грабил богачей и помогал бедным. Он убивал жулье и вывешивал их на 21 день, чтобы все знали, что здесь таким промышлять нельзя. 21 день тело висело, чтобы все видели. И это покровитель людей, которые продают наркотики, оружие. Он считается святым. В какой-то степени он пропагандирует криминал, ведь он и сам совершал преступления. Но он делал это во имя справедливости. Так что для многих мексиканцев, особенно тех, кто вовлечен в преступность, он является довольно важной фигурой. Особенно для тех, кто торгует наркотиками. Кстати, у него церковь вроде в Синалоа, нет? Да, в Синалоа. Туда ходят все причастные к наркобизнесу. Благодарят за то, что их не арестовали и не убили. Не знаю, как в других религиях, но религия, что существует в Мексике в последние 500 лет, тесно связана с криминалом. Это религия тех, кто завоевал целый континент, покорил население этого континента, подчинил себе его ресурсы. Как думаешь, без греха не обошлось? Извините, но эти храмы построены на крови и слезах коренных народов страны, чьи земли были украдены при помощи мифов об Иисусе и католической церкви. Уж простите, но католическая церковь – крупнейшая мафия в истории человечества. Может, мне не стоит так говорить, но это факт. Самая большая мафия в истории человечества – католическая церковь. Так что католическая церковь и криминал всегда были связаны. Как дела? Куда идете? Вот вам флайеры. Если вы подпишетесь на меня в соцсетях, то я проконсультирую вас бесплатно через WhatsApp, TikTok, Facebook и Instagram. Какой цвет видишь? Черный. Дай мне свои руки. Освежи свои руки и ноги. Сделай пять глубоких вдохов, скажи свое имя и пожелай что-нибудь одно. Дыши глубоко-глубоко. У тебя была очень потухшая энергетика. Ты просто очень светлый человек, поэтому ты даже, идя по улице, впитываешь все хорошее и все плохое. Поэтому знаешь, какая твоя основная проблема? Ты не умеешь говорить нет. Тебе все время легче быть просто хорошим человеком. Поэтому я тебе сделаю амулет, который мы для этого используем. Сейчас я приехал в район Тепита в Мехико-Сити. Район считается самым опасным в Мехико. Или считался, сложно сказать. Мы приехали, чтобы посетить храм Санта Муэрто, который здесь расположен, потому что, мне кажется, такой район самое подходящее место, чтобы разобраться в этом культе. Это место, в которое стекаются все последователи культа первого числа каждого месяца, чтобы ей поклониться. Очень много людей здесь собирается. Я считал, что это будет храм. Это такое скромное местечко, похоже скорее на магазинчик. И мы поговорим с хранительницей этого алтаря. И, честно говоря, как нас встретили, и то, что я увидел и что услышал, абсолютно неожиданно не соответствовало моим ожиданиям. Я Лёня. Мы хотели спросить, можно ли снять небольшое видео. Да почему небольшое? В нашем мире нет ничего маленького. Все должно быть великим, чтобы у нас все было хорошо. Да, мы хотим записать очень классное видео. Я уже 56 лет предана Санте-Муэрте. А мне самой 78 лет. Благослови Господь. А почему вы начали ей поклоняться? Я была совсем малышкой, но мне нравилось, как это выглядит. Знаешь, почему она в наряде невесты? Потому что ей исполнилось 21. Каждый год 31 октября я наряжаю ее в невесту и поздравляю. Черепушка. У вас так много черепов везде, в искусстве, на улицах. Везде черепа. Так черепа – это наша смерть, наши традиции. Это то, что у нас всегда есть и всегда будет. Смотри. Смотри, черепа. Всегда черепа. Для людей не из Мексики очень сложно понять, почему люди молятся на смерть. Потому что их связь со смертью очень отличается от той, что у нас, мексиканцев, есть. Это просто разные культуры. Когда ты видишь только свет и позитив, ты живешь во лжи, ты как бы отвергаешь все остальное. Без смерти нет жизни. Жизнь – всего лишь обратная сторона смерти. Это и является одной из самых интересных мексиканских черт и особенностей – наше отношение к смерти. Вот почему наш День мертвых внесен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества. Страх всегда будет существовать. Он как ад. Должен существовать ад, рай, души в чистилище. Но когда-нибудь мы все уйдем. Поэтому, как ты говоришь, у нас смерть всегда перед носом. Она реальна, она всегда с нами, и мы постоянно о ней думаем. Поэтому везде черепа. Мы всегда думаем о смерти. Ты не можешь отрицать смерть, она все равно случится. Это понимание делает нас счастливыми. Мы живем лишь раз, и жизнь конечна. Это в нашем культурном ДНК. Вот почему так много людей поклоняются Тлалтикутле и Сиуакуатле, на испанском Санта-Муэрте. Не могли бы вы объяснить общее видение, почему люди молятся на Санта-Муэрте? Первое, что скажу, на этом алтаре в первую очередь Бог, не смерть. И чтобы молиться смерти, нужно попросить разрешения у Бога. Так что все это связано. Запиши, 28-е. Сегодня 25-е. А 28-е – день святого Иуды Тадео. Это святой, видишь? Он такой, менее строгий, что ли. И все там такие. На Чиле. Здесь святой Иудышко. Здесь святой Иудышко. Ага. А что здесь происходит? Что происходит? Ну, вот мне дали сладость. Я сейчас приехал в церковь святого Иуды в Мехико-Сити. Святой Иуда – это самый популярный святой среди, ну, скажем так, маргинальных слоев населения страны. И раз в месяц, 28-го числа, то есть как раз сегодня, очень много людей приходит в церковь, чтобы ему поклониться на специальной месте и о чем-нибудь попросить. В общем, мы попробуем узнать, почему эти люди выбирают именно святого Иуду, какие люди его выбирают. И, собственно, как-то получилось, что есть святой католический, который помогает людям, которые живут, возможно, не самую честную жизнь. Это один из самых важных святых в Мексике. И особенно в Мехико-Сити. Это покровитель трудных дел и сложных случаев. Вы могли бы объяснить, почему люди верят в этого святого? Это их помощь. Кто-то сидит в тюрьме и просит помощи, чтобы выйти. У кого-то проблемы со здоровьем, он просит с верой и преданностью, и Иуда помогает выйти из затруднительного положения. Он чудотворец. Все в него верят. Совершают паломничество с его статуи, тащат его на спине. Это целые часы пути. Это своеобразное приношение. Если у тебя кто-то болеет, кто-то в тюрьме, ты хочешь избавиться от какой-то зависимости или у тебя проблемы. Это типа, ты сейчас мне помогаешь с моими делами, а я взамен буду ходить каждый день или каждую неделю в твою церковь, заказывать молебен. Но, например, если в какой-то момент ты не выполняешь это обещание, нарушаешь его, придет наказание. В этом и состоит вера. Извините, а чего просите вы? Я прошу за своего сына. Я был в Штатах какое-то время. И сейчас прошу, чтобы мой сын работал там, чтобы он туда уехал. Это мое желание. Чтобы мы с сыном уехали в Калифорнию, он нашел там работу, и все у него было хорошо. Во-первых, католицизм был нам навязан. Наше католичество отличается от католичества в других странах мира. Ведь мы вобрали в себя традиции доколумбийской культуры, на которые наслаиваются другие культуры. Например, в начале 16 века по всей Латинской Америке католицизму пришлось идти на компромиссы. Потому что коренные народы вынудили католицизм оставить им возможность исповедовать свою религию, несмотря на то, что они уже приняли католичество. А ты в какого святого веришь? Я в святую деву гвадалупскую, та, которая в базилике Гвадалупа находится. Я католик вообще. Например, такое явление, как дева Мария Гвадалупская. Ведь это был компромисс со стороны католической церкви. Сложно понять и принять факт существования одной единственной фигуры, причем белого мужчины. им нужен был кто-то еще. Через 10 лет, с момента колонизации, коренные народы объявили, что им нужен женский образ в религии. Поэтому дева Мария Гвадалупская для нас, мексиканцев, даже важнее самого Бога. Археологи, которые занимались ее изучением, обнаружили, что наклон ее лика соответствует градусу наклона оси Земли. Наша религия и наши обряды сохранились в интеграции с католицизмом и другими верованиями. А люди, которые исповедуют сатанизм, могут заходить в церковь? Нет. Потому что им станет плохо? Нет, у нас просто другая энергетика. Вопрос не в физическом дискомфорте, а скорее в уважении. Это как если иудей зайдет в католическую церковь. Запретно? Из уважения к собственной религии не можешь, да даже не попытаешься. В общем, мне не показалось, что в церковь сегодня пришли люди какие-то плохие или преступники. Не знаю, скорее, наверное, какие-то бедные и несчастные люди, судя по виду, которым, видимо, нет места где-то в других местах, где планка моральной чистоты гораздо выше. Поэтому они приходят сюда. Вы слышите, что на съемках этого ролика я говорил и по-английски, и по-испански. Уверен, говорить, что в современном мире нужно обязательно с детства учить иностранные языки это все равно, что говорить, что земля круглая. Это всем очевидно. Правда ли земля плоская? Ну, к этому приходишь, когда начинаешь заниматься этим вопросом. Ну, почти всем. Но почему-то никто не говорит, что учить нужно не только вот эти языки, на которых разговаривают, но и те, на которых все вокруг нас работает. Языки программирования. Потому что все вокруг нас настолько диджитализировалось, что скоро без этого будет просто невозможно жить. И если с разговорными все понятно, начинаем с английского, то тут стоит начать с JavaScript. Потому что 98% сайтов в мире используют его. На нем пишут сайты, приложения, игры. JavaScript повсюду. А еще он несложный, и его легко освоить и начать применять. Pad start, скобка, target length, квадратная скобка, запятая. Не, ну, тут все понятно. На самом деле, вы всего за три недели можете разобраться с основами JavaScript, понять, как и для чего его используют, сделать несколько практических заданий, которые можно положить в портфолио, даже если вы абсолютный новичок без опыта в программировании. Попробуйте все это на бесплатном интенсиве от школы MassHub. Он стартует 13 июня, и, что важно, будет проходить вживую, а не в записи. То есть, все ваши вопросы не останутся без ответа. Обязательно запишитесь на интенсив, если хотите познакомиться с азами программирования и попробовать профессию JavaScript-разработчика. Ну, или давно хотите пройти такое обучение, но неохота тратить на него деньги. За три недели вы прям многое поймете про JavaScript и его популярную библиотеку React попадете в большое классное сообщество начинающих программистов, зададите все свои вопросы преподавателю и точно будете знать для вас ли это дорожка. Честно вам говорю, JavaScript это новый английский. Уже больше 15 тысяч студентов прошли бесплатные интенсивы от школы MassHub и освоили языки программирования. Так что записывайтесь на бесплатный интенсив по ссылке в описании и присоединяйтесь к школе MassHub. Продевшие Семьи Семьи В каком он поет? Ну, Ну, это как гимн человеку, который уже умер. Это как благословение, благодарность человеку, что его помнят. Типа, ты был вообще огнище, и теперь мы имеем то, что имеем благодаря тебе. Ты можешь петь, например, про человека, который сделал деньги на наркоторговле, у которого всего в изобилии. Денег, женщин, машин. Целую деревню себе отстроил, и все из-за торговли наркотиками. Так что это как бы бог, можно так сказать. Как дядька на небе, да? Не обязательно ему на самом деле быть мертвым. Есть много песен о Мальберде, о Эль Чапо тоже. И есть группы, которые специализируются вот на этом музыкальном жанре. Да, например, Los Tucanes de Tijuana и Первопроходцы. Чалино Санчес. Его, кстати, за это же и убили. Валентина Лизальде. Да. Многие из них уже мертвы. Песню кому-то не написали. Или украли наркотики, или что-то такое. Нужно еще смотреть, кто предлагает тебе написать песню. Если это просто мелкая сошка, то ничего страшного. А вот если это кто-то серьезный, то тебя могут как и прославить с бешеной скоростью, так и спустить с небес. Не нравится то, что ты говоришь. Убивают. Отношение к преступлениям в Мексике немного отличается. Закон в Мексике – лишь вежливая рекомендация. Правоохранительные органы в Мексике неэффективны. Порядка 90% преступлений не раскрываются. Ты вот мне про тюрьму рассказывал. Объяснишь, какая там жизнь? Думаю, что жизнь там не сахар. Не хватает друзей, денег, семьи. Да всего не хватает. Ты там один, раскаиваешься за то, что сделал. Я сидел с насильниками, убийцами, наркоторговцами, похитителями. В общем, есть жанры музыки, а есть разные грани девиации больного мозга. Но это заставляет думать, зачем ты нарушил? Я два года сидел и размышлял. На кой черт я толкал травку, если можно было продавать что угодно другое? Делать что угодно другое? Если бы у меня была хорошая девушка, хорошая семья, не знаю, зачем я это сделал. В Мексике многие так живут. Это единственный знакомый им путь. Они родились в такой системе координат. И такая схема для них является инструментом сакрализации собственной жизни. В ней они находят оправдание своих поступков. Но настоящее объяснение их поведения гораздо более сложное и глубокое. Они такие же жертвы, как и все остальные. У них тоже бывают неприятности. На протяжении нескольких поколений они живут в условиях систематического нарушения их прав. И криминал – их единственный способ выживания. Вот очень интересный мурал у меня за спиной. На нем изображены реальные члены банд, реальные мафиозные главари и прочие преступники. Это все вот люди, местные преступники, которые погибли, либо умерли. А по другую сторону от Христа находятся служители церкви, просто набожные люди, просто какие-то жители района, которые не занимались нелегальными делами. Вот. Между ними Господь, какие-то еще святые, да, и все эти люди рядом, вместе. Даже мафиози стоят на коленях. В общем, это все символизирует то, что здесь, на этом районе, нет дискриминации ни по полу, ни по цвету кожи, ни по роду занятий. Что все, кто бы чем ни занимался, это одна большая семья, все верят в одного бога. Все в итоге перед этим одним богом предстанут. А вот, собственно, рядом стоит крест, на котором вырезаны имена всех этих людей, которые на мурале изображены. Всех погибших мафиозий. Думаю, мы все живем в свободной стране. Что все могут делать то, что им вздумается. Мы все выбираем путь из множества. Мы знаем, что путей много. Выбирай тот, который тебе хочется. И через время ты узнаешь, что же тебя ждет. Но никто из нас не сведущ. Все знают, что хотят делать. И пусть люди делают, что хотят. Ничего на нас не влияет. Почему? Потому что в любом случае человека настигнет его путь. Но вы чего хотите, чтобы смерть убирала кого? Оберегать? Она ничего не выбирает. Выбираем мы и просим у нее помощи. А вот путь, который ты выбираешь, твоя проблема. А эта штука чистит энергию. Стоит 200 песо. Яйца. Спрайт. Алкоголь. Это для ритуалов? Почему люди подносят сигары, алкоголь? Его это очень интересует, потому что там, откуда он, вера больше походит на католицизм. И подобные вещи вряд ли преподнесли бы святому. Разве напитки плохи? Нет. Чистый табак разве плох? Тоже нет? Это просто приношение. Как будто ты сладость подарил. Если мне нравятся апельсины, я ей преподнесу апельсины. Мы не знаем точно, что ей нравится. Поэтому главное от сердца. И тогда подношение будет принято. Поэтому люди носят бутылки текилы, рома, водки и все такое. Это просто благодарность святому. Не более того. Просто благодарность. Ничего плохого ни в коем случае. В Мексике сейчас на невероятном подъеме Сантерия. Это карибский культ, который пришел из Африки и в основном практикуется на Кубе. Вы могли видеть, про него у меня была целая серия в кубинском сезоне. Так вот, все больше и больше людей здесь начали практиковать именно Сантерию, а даже не культ смерти. И поэтому тут целая огромная часть рынка посвящена ей. И нужно, в общем-то, выяснить, почему Сантерия начала замещать, возможно, в какой-то степени собой другие местные культы. Наша религия занимается движениями энергии, движениями времени, чтобы пришло время процветания, ушли, времена нужды. Она стремится к благополучию людей, к их здоровью, к процветанию, даже к любви, потому что иногда бывает, что людям очень не везет любви. И тогда нужно перенаправить энергетические потоки, чтобы у человека вышло от этого избавиться. И как двигать эти энергии? С помощью божеств. У нас есть божества, и они берутся за то, чтобы подарить нам чудеса. Понимаешь, да? Все зависит от магического оракула гадания. человека будет покровлять какое-то святое, и он же сделает его процветающим в том, что человеку нужно. Но если это африканская религия, почему ее исповедуют в Мексике? Мексиканцы же точно не родом из Африки. Ну, на самом деле, африканская религия приехала вместе с рабами в разные регионы. В Бразилию, сюда, во Флориду, на Кубу, а оттуда по всему миру. Эй! Нельзя! И почему? Почему? Потому что нельзя! Некоторые люди покупают здесь домашних питомцев, а некоторые животных для проведения разных ритуалов. Вы продаете куриц? А зачем? Для еды? Нет, для религиозных обрядов. Это для святых, не для еды. И как они используются в религии? Ну, это зависит от святого. Ага, например? Аббатала, йогун. Зависит от того, что святому нужно. Большая, средняя, белая. Их убивают, или же козлов, собак. А разные виды животных? Да, все виды. Крысы. И что происходит? Их убивают, а дальше что? Что делают с мясом, с кровью? Не используют ничего, кроме крови. И туши просто выбрасывают. Это что-то новое здесь. Я не особо разделяю это веяние с ритуалами с животными. А разве в сатанизме нет ритуалов с животными? Нет, нет. Никогда не проводятся ритуалы с животными. Используется скелет животных, разумеется, уже мертвых. Но животных никогда не приносят в жертву. Ты не можешь попросить что-то у кого-либо, у света или у тьмы, принося в жертву кого-то живого. Это нелогично. Нельзя так. Не должно так быть. Это идет вразрез с правилами любой религии. А почему люди практикуют сантерию, а не идут в церковь, например? Почему для части людей вот сантерия лучше, чем церковь? Эта религия просто дает нам результаты. Я была раньше католичкой, но там ничего не происходило, сколько бы я ни молилась. Здесь есть результат. Мы видели людей, которые вылечились от очень тяжелых заболеваний. Людей, которые обрели успех. Людей, которые каким-то образом управляют энергиями, чтобы получить то, что они хотят. А наши божества это им дают? Церковь и духовенство – это духовные блага, то есть совладание со своим духом. А вот то, что люди ожидают от сатанизма, материальные блага, женщины, деньги и все такое, блага, которые человек считает базовыми в своей жизни. В наше время людям просто быть в ладах со своим духовным нутром недостаточно. Человеку нужно быть в порядке финансово, физически, не прилагая к этому никаких усилий. Есть спички. Зажигалка? Сколько стоит? Восемь. Простите, а можете, пожалуйста, сказать, чего вы просите? А почему на свече ноги? У моей бабушки болят ноги. Ну, если, например, у тебя болит рука, ты приходишь и позволяешь им облегчить свою боль. А если облегчило, ты приходишь и ставишь еще одну свечу, чтобы сказать спасибо. Сначала просишь, потом благодаришь. Помогло? Вот такие чудеса. А почему там есть дома, машины? Есть люди, которые целые дома получают. Или берут лотерею и ставят на дом, чтобы посмотреть, выиграют или нет. Они выигрывают и приходят к зданию, ставят еще одну свечу. А зачем люди ставят туда чьи-то фотографии? Чтобы вылечить этого человека. Они за него просят. Так чудеса и работают. Вот лавка, в которой Милагрос эти чудеса продаются. И на самом деле интересно посмотреть, потому что очень большой выбор, какого рода чудо можно просить. Каждый вот этот кулончик что-то символизирует. Есть рука, есть нога, есть язык, есть легкие, есть женская грудь, есть голова. Вот я вижу даже попу. Есть машина, книги. Прям огромный выбор. То есть все, о чем бы ты хотел попросить. Есть болезнь любой части тела, любая ситуация какая-то жизненная. Все это вот есть в виде этих маленьких Милагрос. Очень интересная, очень красивая, мне кажется, традиция. А вот это что такое? Это благовония. А зачем их используют? Ну, вот это, например, называется противоуронная. Соответственно, она против бед, колдовства, болезней. А это, например, триумфатор для людей, которые хотят триумфа и успеха. Вот это деньги придите для людей, которые хотят немного больше успеха. Ну, это помимо того, что нужно вкалывать в первую очередь. Но вот это может тебе немного помочь. Какие принципиальные различия в способе прошения у Господа и у смерти? Все то же самое, мой хороший. Я родилась католичкой и умру ею же. Пусть я и верю в Санте-Муэрте, но я католичка до мозга костей. И что обычно люди просят у Господа? И что у смерти? Все то же самое. Деньги, мораль, здоровье, болезни, хорошая работа. Нужно просить, чтобы у нас была еда, чтобы было, чтобы подносить, чтобы были деньги, чтобы платить аренду, чтобы нам хватало всего самого необходимого. Это то, что мы все просим. Одни, одно, другие, другое. Но по итогу все сводится к одному. Сын в тюрьме, дочь свич, мать, как я с раком. Это то, что мы просим. Новые пути и двери. Мы просим, чтобы нас оберегал. Нас сопровождал Бог, а после Бога идет моя матушка. Да, люди теряют надежду, и я могу их понять. Мы живем в стране третьего мира. Они привыкли к тому, что их называют маргиналами, преступниками, аутсайдерами и наркоторговцами. На них навесили ярлыки. На них навешивали ярлыки более 500 лет. Это началось еще со времен ацтеков. Люди просто с этим смирились. Говоря систематически, их научили тому, что у них нет надежды, что они неудачники, преступники, наркоторговцы и не заслуживают счастья. Поэтому они ищут себе учителей, будь то Иисус, пастор, Сан-Илуда Стадео или Санта-Муэрте. Все они ищут себе пасторя и дают ему свой поводок. Никто, кроме тебя самого, не может стать твоим учителем. Вот чему учит нас доиспанская религия. Вы поддерживаете культуру предков, да? Да, это наша культура. Такая красивая, правда же? Когда пришли белые, с нами было покончено. И сейчас снова прорастает что-то настолько красивое. Это духи. Они приходят, приносят милосердие, помогают стольким людям, скольким это нужно. И с каждым разом, как они помогают человеку, добавляется еще одна ступенька, чтобы дойти до их места. Насколько же это красиво. Спиритуализм. Какой культуре эта религия относится и на чем основывается? Майя, ацтеки. На этом и основывается. И это не религия. Религия – творение человеческое. Здесь же чистая культура. Религия – что-то движимое, изменяемое. А здесь все настоящее, природное, такое красивое. Это наша культура. Мексика богата культурой. Мы часто не замечаем, не знаем того, что видим и слышим. Но когда мы чувствуем себя отдаляющимися, вот тогда мы думаем о возвращении. Понемногу. Но этому не позволят исчезнуть. Именно правильно говоришь. Наши корни же никуда не делись. Поэтому все возвращается на круги и своя. Америку не открывали. Мы существовали здесь за 10 тысяч лет до того, как Христофор Колумб случайно приехал на этот континент, который на языке науатль мы называем Анагуак. Так мы называли наш континент до нашествия испанцев. Мы знали, что это была наша страна. Никогда не забывай, откуда ты пришел. День, когда мы забудем это, все закончится. Это мой католический алтарь. Это то, что я люблю, то, что я благодарю. Я должна отдавать благодарность небесам. И я ни с кем не воюю. Смотри, это моя Лупита, мой святой Иудушка. Здесь можно воспевать все, что ты хочешь. Дьявола, жизнь, смерть. Все это красиво. Каждый путь делает то, что хочет. Ты веришь в дьявола, а я в Господа. А кто-то вот в смерть. Но никто из нас не ошибается. Ты любишь дьявола? Прекрасно. Я полюблю его. Вот и все. Вопрос в том, чтобы делать то, что захочется. Я люблю все. И за все, что приходит в мою жизнь, я цепляюсь. В Сантере? Отлично. Идемте слушать игру на барабанах. Ассалям алейкум. Духовные мессы. Я везде пойду. Я хочу получить силы, хочу благословения. Всего и вся. Это восхитительно. Иметь благословение от всего. Я ни с кем не воюю. Если бы я чего-то желала в жизни, чего-то красивого, я бы хотела, чтобы Бог спустился с небес и обнял меня. Этого бы я хотела. Так что, чтобы Бог меня обнял, но это же невозможно. Мой Бог, Он всегда в моем сердце. Я чувствую каждый день, что Он меня обнимает. Я хочу это ощущать. Мой Бог, Он всегда в моем сердце. Я Его люблю, но я бы хотела, чтобы Он меня обнял и сказал мне, что очень меня любит. Это было бы здорово. И Он знает, что я Его очень люблю. Я всех люблю. Бога, дьявола, всех. Мы создаем себе богов, которые влавствуют над нами. Что мы должны создать в итоге, это всеобщая религия под названием любовь. Этим мы освободим всех. Но это должна быть настоящая любовь, а не одержимость, которую мы с любовью путаем. Все мы, люди, сделаны из одного материала, из звездной пыли. Вот такая настоящая религия. Называйте ее, как хотите. Чудесно. Давайте обнимашку. Спасибо. Это был Леня Пашковский из Мексики. Хочу домой. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписки и колокольчики, чтобы не пропустить новые серии. А я домой. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok